Когда я оказываюсь запертым в одной квартире с теми родственниками, с которыми я обычно бежу два часа в сутки, у меня отработает та же самая депривация. Депривация и уединение. Мне не хватает периодичностного пространства. Причем, смотрите, это очень четко будет пересекаться практически со всеми слоями пирамиды Масло. По ней просто очень удобно посмотреть. Мой социальный статус подразумевает наличие моего пространства. Чем выше статус, тем больше моего личного пространства, дистанция. Я должен занять много места. Чем выше у меня статус, тем больше у меня места. Но когда я заперт с людьми на одной и той же территории, у меня вдруг оказывается места очень мало. Что так-то у меня был на работе мой директорский стол, а теперь здесь на моем столе вот этот спиногрыз разложил свое лего. Все. Он депривирует мое личностное пространство. Он депривирует мою потребность в уединении. Например, малой прибегает и начинает мне рассказывать о том, как какой-нибудь славный ютубер сказал что-нибудь вот такое, а я хочу тишины. И теперь депривируется моя потребность. То есть, в принципе, проблемы с коммуникацией, которые возникают при переизбыточной коммуникации, их, по сути, мы можем рассматривать через ту же проблему депривации. Какой-то один из самых нижних уровней, если по маслу. Правильно будет? Ну, смотрите, это мы можем рассмотреть. Да, английский буквально, да. То есть, я же почему-то, что по всем уровням. На уровне физиологическом может оказаться, что подросток 16 лет странно пахнет. И когда он все время находится близко, меня раздражает этот запах, например. Или на уровне уверенности в завтрашнем дне. Слушай, я тебя еще день-другой потерплю, а на третий день я же тебя могу лупануть. Я на тебя наору, а ты меня потом ночью зарежешь. Я не уверен в завтрашнем дне. На социальном, ну да, здесь вот с падением статуса очевидно, с принадлежностью к социуму, ну подумайте, наверное. Ну, опять-таки, то есть, смотрите, если у меня появляется угроза развода, если мы начинаем скандалить, у меня появляется угроза развода, то я тут же получаю депривацию по уровню социальной принадлежности и по уровню уверенности в завтрашнем дне. Я не знаю, ты завтра будет закончиться этот карантин, и ты от меня уйдешь. Ну и по уровню самовыражения, ну, я привык, что для меня мою личность характеризуют аккуратно разбросанные по всей мастерской вещи. Это очень четко отражает мою творческую личность. Но почему-то моя жена называет это срачем и бардаком. И она заставляет меня это убирать, и это, ну, разрушает мое самовыражение. Это не дает мне самовыразиться так, как я бы этого хотел. То есть, поэтому, смотрите, это просто разные модели описания. Можно говорить о перенасыщении коммуникации и о вынужденной коммуникации. Можно говорить, можно рассматривать то же самое в рамках модели разрушения привычной картины мира. Это очень красивая, классная модель, но она такая большая, я ее даже не стал сюда выносить в обсуждение, потому что это просто, ну, целая отдельная пласть, когда у человека ломается вся картина мира. Мир раньше был таким, а теперь он стал совсем другим. Раньше я мог этого делать, а теперь я этого делать не могу. Мир поломался, и это психологически, это страшная проблема. Но с тем, что как бы на уровне реальной, ну, как той практики, которую мы можем сами по отношению к себе применять, мы не можем работать с разрушенной картиной мира самих себе. Это к психологам. То есть, если у человека разломалась картина мира, ему нужна реальная помощь психолога-консультанта или психокоррекция. Но это не тема для обсуждения вот так вот. То есть, мы понимаем, что да, есть вот и такая модель, которую можно рассматривать через катастрофу. Любая катастрофа, любой кризис – это разрушение картины мира. Раньше мир был открытый, а теперь мир закрытый. Ладно, да. Илана, я на ваш вопрос ответил? Да, да, полностью, спасибо. Окей, хорошо. Так, давайте тогда так. Я двигаюсь по эмоциям, но я по эмоциональным состояниям. Давайте, наверное, сделаем так. Давайте, чтобы уместить это вместе, я объединю это в один блок. То есть, смотрите, у нас есть действующие факторы. Я их переживаю как кризисную ситуацию, как ситуацию, в которой я несу ущербы. И я на них реагирую. Вот этот вот мой способ реагирования, когда я как-то совладаю с текущей кризисной ситуацией, это называется совладающее поведение или копинг-стратегия. Тут как бы это... Вот эти копинг-стратегии, которые позволяют мне выкручиваться из сложных жизненных ситуаций, очень сложные разные классификации, ну, их пока. Нам здесь сейчас нужно что? Что все копинги направлены на три вектора. Первый вектор – это в моей эмоции, какие чувства я испытываю, когда решаю эту проблему. Второе – это какие мысли я думаю, это когнитивный вектор. Какие мысли я думаю, здесь смотрите, здесь интересно, какие мысли я думаю и какими словами я это описываю. Потому что от того, какими словами я буду это описывать, будет зависеть дальнейшая моя оценка ситуации. Если я беру в руки чашку, снимаю, да, я кофе варю себе вот в железной кружке, если я беру ее, снимаю с огня, а она только закипела, или ой, горячо-то как, я воспринимаю ситуацию, как я говорю, я обжегся. Если я ее беру, ту же самую кружку, она такая же горячая, я сигнал получаю тот же самый, я говорю, ох, какая она тяжелая. У меня мозг ломается, у меня происходит то, что называется когнитивный диссонанс, когда мое вербальное описание не соответствует той модельке, которую успел сформировать мозг в ответ на входящий стимул. И я тогда перестаю переживать ситуацию как травматическую, а воспринимаю ее как нелепую. Ощущения мне говорят одно, а вербальный организатор, мои слова говорят совершенно другое. Итак, у нас три направления, копинга, эмоции, когниции и поведение. Что я при этом делаю руками, ногами, ротом? Поехали по этим вот трем. Потому что, по сути, вот эти вот копинги, это то, что определяет, как я буду отвечать на текущую ситуацию. Вот оно на меня воздействует, меня изолировали, у меня кризис, у меня стресс. Окей. Что я при этом чувствую, думаю и делаю с чувствами, с эмоциями? Первое. У нас здесь целый букет, причем они все связаны, там такая красивая. Это, ну, понимаете, опять-таки, то есть в одну просто лекцию, ну, все сюда же, ну, не вложишь. То есть это тема вот этих кризисно-эмоциональных состояний, это, ну, три-четыре отдельных встречи. Но если вот так вот блоками, то первое, что я чувствую, и то, что вытекает логически из ситуации депривации, если я переживаю депривацию, то у меня ближайшее эмоциональное состояние, которое возникает, это состояние фрустрации. То бишь, мое субъективное переживание невозможности достичь поставленную цель. У меня была поставленная цель заработать в этом месяце вот столько денег. А теперь случилась депривация, и денег я могу заработать, ну, значительно меньше. У меня то психическое состояние, которое у меня возникает, называется фрустрация. Мое субъективное переживание невозможности достигнуть вот этой цели. Если я попадаю вот в это состояние, если у меня была цель, и я теперь переживаю, что я не могу ее достигнуть, у меня есть дальше три возможных пути развития. Вот как у того богатыря на перепуте. Я могу обвинить кого-то, это они во всем виноваты, и сказать, и тогда это будет экстрапунитивная, фрустрационная реакция, я нахожу себе виноватых снаружи. Я могу сказать, что это я сам виноват. Ну, значит, я вот такой лох, я понадеялся на то, что ситуация будет развиваться, как она должна быть, а я не предусмотрел, видишь, а вот сам виноват. Тогда виноватым становлюсь я. Это интрапунитивное. И третий вариант, инпунитивно, а когда никто не виноват. И здесь очень интересно, вот это никто не виноват, два разных, может быть, варианта. Один вариант, это может быть описание через метафору случайности. Фишка вот так легла. Вот такой расклад, вот так вот карты легли. А может быть другой расклад, а вот такая судьба. Вот так сказали звезды. Это боги играют в свои игры. То есть есть, смотрите, смещение опять в сторону экстрапунитивности. Есть какие-то внешние, не поддающиеся мне силы, которые обеспечивают вот эту. Но в классическом, вот таком четком варианте, это инпунитивность, это через случайное. То есть рандомизированное событие. Могло быть событие раз, два, три, четыре, пять. Случайным перебором оказалось событие номер три. Окей, как бы ни ты не виноват, ни я не виноват, никто не мог этого, ну везде соломки не подстелить. Самое в этом отношении для переживания, для максимально безболезненного переживания фрустрации, самое эффективное, это инпунитивное, вот это третье, когда это никто не виноват. Потому что и переживания экстра, и переживания интро, они достаточно болезненные и неприятные. хорошего в этом то, что это полностью в нашей регуляции, это как раз то, чему мы, это биологически не детерминировано, это то, чему мы сами научились, как хотим, так и реагируем. Если я использую почему-то экстра панитивный, и я от этого страдаю, все вокруг сволочи, они все против меня затеяли, то, ну вообще-то, никто меня не заставляет продолжать это думать дальше. Если я попал в состояние фрустрации, то дальше от него автоматически пойдет резкое усиление агрессии. Фрустрация всегда влечет за собой агрессию. Поэтому рост, например, того же домашнего насилия, ну или прогнозируемый, например, рост суицида, это как раз следствие вот той агрессии, которая возникла на фоне фрустрации. То есть так называемая эмоциональная агрессия, это не инструментальная агрессия. То есть инструментальная агрессия, это когда он гопник, честно, девочке говорит, что ну ты лучше отдай мобильник, а я тебя добить не буду за это. Или я тебя ударю, если ты будешь кричать. Это инструментальная агрессия. А это чисто эмоциональная агрессия. У меня есть фрустрация, у меня фрустрация вызывает агрессию. Ну, здесь я как бы в плане собственного самокопания могу бы порекомендовать вам они сейчас все методики эти онлайн есть. Пройдите сами себе, посмотрите, что у вас делается. Хорошая методика, я напишу здесь, баса дарки. посмотрите, сделайте. Время не займет у вас это 5 минут, но зато вам хорошо покажет, какие шкалы агрессии, что у вас происходит. А и тогда вы можете посмотреть, если опять-таки, то есть в чем бонус периода карантина, что можно за собой долго понаблюдать вот в таких условиях. То есть поделайте вот ту же самую агрессию, сделайте эту методику там за месяц 3 раза. Посмотрите, какие шкалы меняются. Понаблюдайте, подумайте, сделайте свои методы. Так, есть такая штука. То, что за собой повлечет фрустрация и агрессия, с чем они будут связаны с третьим, очень такой болезненная штука, это эмоциональное выгорание. Если я столкнулся с... Причем, если у меня и фрустрация, и агрессия растет, то эмоциональное выгорание будет расти еще быстрее, чем если это только одна из каких-то составляющих. Что такое эмоциональное выгорание? Помните, вот в самом начале, когда я вам говорил про стресс, про вот эти вот фазы стресса, напряжение, резистентность, истощение? Вот то же самое прикладываем к эмоциональному выгоранию. Если ситуация, длительная, требующая от меня эмоционального включения, я очень переживаю по поводу карантина, у меня родственники где-то в неблагополучном месте, я не могу им помочь, а вообще мы все умрем, а чем больше я эмоционально себя накручиваю, тем больше у меня будет эмоциональное выгорание. Я не буду сейчас тогда... по табличке бегать вот пальцем, я Владе скину. Посмотрите, я табличку по фазам и по симптомам сделал. Посмотрите, там она... Ну, она понятная. То есть вы посмотрите, то есть на какой... в какой фазе эмоционального выгорания есть какие симптомы. Посмотрите, как это работает. Посмотрите, где вы находитесь, как оно двигается. Я вот здесь вам напишу... Тоже, опять-таки, очень хорошая методика эмоциональное выгорание, автор Бойко. Она онлайн есть, время, вы ее пройдете за 5 минут, поклацаете, поотвечаете на вопросики, вам там шкалы выдадут. Посмотрите, поанализируйте. То есть там не надо быть специально обученным специалистом, профессионалом для того, чтобы суметь ее понять, что написано. Если вы замечаете, что вы находитесь где-нибудь в середине и дальше от фазы напряжения, от фазы резистенции, срочно начинайте как бы на это обращать внимание и лезьте, читайте, как снижать эмоциональное выгорание. Потому что беда фазы истощения это именно психосоматические ответы. То есть начинается, тело начинает болеть в ответ на психологический изогон. Не прикольная штука, поэтому лучше ее предотвращать, чем потом уже работать с психосоматикой. Так. Ну, по мелочи, это тревожность, страх и паника. Ну, это такие мелкие уже как бы штуки, которые сопровождают вот эти эмоциональные состояния. Чем они отличаются? Тревожность, это когда я переживаю из-за того, что я не знаю, как будет ситуация развиваться, но понимаю, что будет как-то плохо. Если явно, причем здесь интересная парадоксальная техника борьбы в кризисной ситуации с тревожностью. Если у меня тревожность, и я понимаю, что будет плохо, но не понимаю, как, мне терапевтично перевести тревогу в следующую фазу, перевести ее в страх. Бояться в данном случае эффективнее, чем тревожиться. Страх всегда подразумевает наличие какого-то конкретного стимула. Я боюсь, что я заражусь, и после этого я умру. Или я боюсь, что мои родители заразятся и тоже умрут, а я останусь сиротой, и кто же мне тогда даст денег? Ну, например, что-нибудь такое. То есть у меня страх всегда должен быть какой-то очень конкретный. Крайняя форма, в которую это может переходить, и это уже вот тогда неприкольная штука становится, это панические атаки. Но панические атаки, это опять-таки, это уже ситуация, которая требует коррекции от внешнего психолога, то есть самому с собой с психическими, с паническими атаками бороться, ну прям, скажем, задача неизлёгая. А вот со страхами нормально, со страхами вы можете бороться либо через саморегуляцию психического состояния, сейчас про него скажу, или через когниции перенеименованные. То есть вы можете считать, например, если рационально, то какова вероятность, а что я могу противопоставить и так далее. Так, ну и, пожалуй, самое противное, что может быть из эмоциональных состояний, как, ну это совсем такое печальное развитие, но тоже, чтобы просто, ну как бы, не скидывать его со счетов, это состояние выученной беспомощности. То есть, если я, долго возвращаемся к самому началу, к вот этим вот признакам стресса, новизна, модель поведения и контроль, если я не могу предсказать ситуацию, не могу к ней приспособиться, не могу проконтролировать, когда она закончится, у меня может выработать состояние выученной беспомощности, очень неприятная ситуация, в том плане, что разрушать многие личностные конструкции, разрушение я-образа происходит, снижение активности, вплоть до депрессивных состояний, ну, век, короче, не допускайте у себя состояние выученной беспомощности, мораль из этого такая, причем, смотрите, это не пустые слова, это чистое руководство действия, то есть, как только вы начинаете ловить себя, на состоянии апатии, опущенных рук, стабильность нижнего настроения, быстренько, быстренько возвращаемся вот к этой вот, к стрессу, и смотрим, чего это вдруг, я решил, что ситуация такая, прямо стрессовая, она новая, нет, не новая, ну, бывали и поновее ситуации, модель поведения есть, есть такая, есть такая, нам четко сказали, как себя вести, контрольная ситуация, ну, слабенький контроль, но хоть какой-то мы можем себе придумать, можно, например, написать гневный пост в фейсбуке, отлично работает, как контрольная ситуация, то есть, это я сейчас, ну, без юрничества, без, без иронии, без сарказма, ну, то есть, нарисовать ситуацию на листике и побить ее ногами, очень хороший контроль ситуацию, ничего не меняет во внешнем мире, но психологически появляется вот эта мифическая вера в то, что я с этой ситуацией что-то могу делать. Так, сюда, к эмоциональным состояниям, что с ними делать, то есть, потому что, ну, как эти, как вот этот эмоциональный копинг делать рационально? Есть такое предположение, ну, есть такая тема о том, что вообще-то эмоциональные копинги, ну, их, ну, их, то есть, не надо на это вестись, надо. Если вы пытаетесь человеку, который находится в кризисной ситуации, говорить о том, что это вот, то, что я Артем говорил, действуй рационально, он не может, потому что он психует, он нерациональный. То есть, даже если он не в мифологеме, он просто на психах, он в эмоциях, он фрустрирован, он агрессивен, у него эмоциональное выгорание, все что угодно. Поэтому сначала нужно применить копинг, который стабилизирует эмоциональное состояние. здесь алгоритм, вот четко он отработан, он, вот это именно алгоритм, он пошаговый. Первое. Ловим свое эмоциональное состояние. То есть, первая задача – осознать текущее эмоциональное состояние. Я сейчас испытываю агрессию, я сейчас испытываю фрустрацию, я сейчас испытываю эмоциональное выгорание, у меня тревожность. Осознал. Раз. Два. Остановить его. Вот это, пожалуй, самый сложный момент на этом. Что значит остановить его? У меня любое эмоциональное состояние всегда связано с моей моторикой. У меня обязательно будет мимическая реакция и моторная двигательная реакция. Останавливаем всю реакцию, сел и остановился. Я перестал что-то делать, я перестал кручить рожи, я перестал размахивать руками, я остановился. Я продолжаю испытывать это состояние, но при этом я не делаю поведенческую активность. Энергия, эмоции у меня есть, а реализации ее нет. Обратите внимание, это не подавление. Я скину в табличку с копингами, посмотрите, там будет копинг-подавление. Это не подавление, это остановка деятельности. Я замер. Помните вот этот вот стресс-ответ, замирание? Я перестаю прыгать, я перестаю кручить рожи, я перестаю эмоционально реагировать в поведенческом плане. Я замираю и останавливаю свою эмоцию. Дальше. Дальше мне нужно сделать действие, которое требует предварительной подготовки. Предварительно я должен знать, какие я еще умею испытывать эмоции. Я вам приведу сейчас таким примером, я не знаю, будет ли он актуальным или нет, но может быть кто-то смотрел, была очень, смотрел или читал книжку и фильм, соответственно, Терри Пратчетта Санта Хрякус. Знакомо? Знакомо. Вот, ну, Влада голову машет. Вот. Там очень хороший эпизод, когда гости спрашивают у маленькой девочки, типа, ты не боишься, няня там пошла в подвал чудища кочерогуил упасить, ты не боишься? А девочка очень спокойно объясняет, что Сьюзан, няня, учат нас не бояться, злится. Страх неконструктивен. Я разозлюсь на это чудовище, я его быстренько из дома выкину. Да, смотрите, то есть это обучение, то есть если переводить на психологический язык, это обучение ресурсному состоянию. Какое мне сейчас состояние будет ресурсным? Если, например, сейчас тревога для меня, состояние естественное, я тревожусь или у меня страх, то какое состояние будет ресурсным? Веселье, злость, равнодушие, спокойствие, я не знаю, выбирайте, смотрите, это как раз тут, ну, индивидуальная задача, искать свои, какое состояние для меня будет ресурсным. Я могу сказать, что хватит злиться с этой ситуацией, давай с нее поприкалываемся. Давай сделаем ситуацию смешной. Следующее, да, то есть смотрите, я осознал состояние, я его остановил, при этом не подавил, не затоптал, не отправил его куда-то в подвал и подсознание. То есть нет вытеснения, нет подавления, а именно остановка. Энергия кипит, а реализации нет. Я нахожу ресурсное состояние и меняю теперь вот тот свой страх на эту свою злость или на это веселье. Логика, идея понятна? То есть я не говорю, что это технически простая задача, это не по капельке, это не простая задача, но технически это реализуемо, это тренируемо, это проверено, с конца 70-х годов этим протоколом пользуются в когнитивно-поведенческой терапии по всему миру весьма успешно. То есть это реально работающая техника. Да, она требует затрат времени, но опять-таки еще один бонус с карантина. Есть чем позаниматься. По вот этой саморегуляции, то есть смотрите, там дыхательные, визуальные, это вы прочитаете, это в новом, ну и про это есть. То есть какие техники, дыхательные саморегуляции или визуализации, ну это тема известна, это применять и на здоровье. Это хорошо будет работать на вот этой вот точке алгоритма, на остановке эмоций. Вот я сейчас испугался, как мне теперь, я осознал, что я переживаю чувство страха, как мне остановиться. Вот я визуализирую, что, например, я выхожу утром на безбрежный такой вот, на пустынный берег, а передо мной громадный океан и вот этот океан тотального пофига. Мне ну все так пофиг, мне абсолютно безразлично, что там происходит. Опа, я уже остановился, я сажусь на вот этом вот берегу, я смотрю на этот океан и вот как бы вроде и пофиг. И дальше я с этой точки могу уже тогда выходить в новое ресурсное состояние. Окей? Дальше. По когнитивным. То есть эмоциональные ответы, когнитивные ответы. В когнитивном ответе я произвожу анализ ситуации. Про анализ ситуации мы табличку посмотрели. То есть я анализирую ситуацию, что у меня реально происходит, какие ущербы я действительно получаю. Или, ведь посмотрите, у нас интуитивно и в разговоре, когда мы говорим о кризисной ситуации, мы совершенно нормально, вы воспринимаете, когда я говорю ущерб. Но Андрей в самом начале говорил, и я два раза вот сейчас про это упоминал, кризисная ситуация это совершенно не обязательно ущерб. Кризисная ситуация это может быть бонус. Кризисная ситуация это всегда смена парадигмы. Было так, стало иначе. Если я могу поймать эту волну, то на этой ситуации я могу ее изменить себе в бонус. А что я с этого буду иметь? Как изменить ситуацию так, чтобы мои ущербы по вот всем вот этим же колонкам, по которым мы вот не смотрели, то есть если, например, я в краткосрочной перспективе получаю сейчас ущербы, как в долгосрочной перспективе мне их перевести в бонусы? Могу ли я по физическому, например, если я сейчас физически понимаю, что в краткосрочной перспективе изоляции, я сейчас, например, потеряю активность и у меня атрофируются мышцы, в долгосрочной перспективе я, например, могу получить какое, я не знаю, какой я могу получить бонус. Ну, я, например, могу заняться борьбой с умом и стать сумоистом. Или я, например, могу использовать это время для какой-нибудь тренировки, которую я не делал физически в другое время, у меня на это тупо не было времени. Я могу заняться йогой, фитнесом, еще чем-нибудь, потягать жгут. Могу ли я получить с этой ситуации свои профиты? И если я могу вот в этом стратегическом анализе перевести минусы кризиса в плюсы, то я из этого кризиса выхожу на выигрыше. Окей? И тогда, смотрите, тогда на уровне моей когниции я начинаю переживать ситуацию. не как ущербную, а как ситуацию благополучного развития. Ну, изоляция, окей, классно. У меня сейчас есть куча времени, я могу, я пишу статьи, которые мне в течение года просто нет времени их написать. Я чего-то точу там по дереву, я делаю еще что-то. У меня ситуация оказывается не депривированная, а наоборот ситуация, когда я не знаю, за что хвататься, столько всего прочитать и пересмотреть. Окей? То есть ищем, как перевести минусы в плюсы по тем же самым шкалам. Про рефрейминг, в фрейм рефрейминг я уже несколько раз говорил, это в когнитивный же блок нам относятся, это вопрос, как я называю ситуацию. Ну, смотрите, если я называю ситуацию в негативных коннотациях, я ее описываю, как все очень плохо, то я и дальше отношусь к этой ситуации так же. Если я могу эту ситуацию описать в позитивных терминах, мое отношение к ней будет соответственным. Возьмите себе, опять-таки, это простое, незамысловатое упражнение, которое очень классно работает. Возьмите листик и с одной стороны напишите, изоляция это плохо, потому что. И напишите себе пунктиков 5 туда, на этот листик. Переверните листик на другую сторону. Напишите, изоляция это хорошо, потому что. и напишите туда, ну, лучше, больше, чем то, что было на предыдущей стороне. Это чисто техническое упражнение. Оно очень классно. Понимаете как? Фишка в том, что эти упражнения работают, даже если вы знаете, как они работают. То есть это, ну, оно не прекращает работать. То есть если вы знаете, что вам дали плацебо, то оно прекращает работать. В данном случае это не прекращает работать, даже если вы знаете, какой механизм. То есть вы переименовали ситуацию, вы нашли в ней бонусы, и вы начинаете к ней относиться совершенно иначе, и организм начинает на нее реагировать другими. То есть оно прекращает восприниматься как негативный стресс. Мне не надо бороться с текущей ситуацией. Понимаете, пока я воспринимаю это как борьбу, как сопротивление, я нахожусь вот в эти вот фазы стресса. Я ему сопротивляюсь, я с ним борюсь, и я ему сопротивляюсь. Потом я сгораю. Но если я не борюсь с окружающей средой, если я не противодействую ситуации, а ловлю волну и иду по ней, то я не трачу на это силы, я ничему не сопротивляюсь, я не вырабатываю резистенцию, но я ее не выиграю. Окей. И, наверное, для того, чтобы закрыть вот эти вот копинги, давайте поведенческий копинг сведем к трем основным формам поведенческой активности, которые я могу конструк... То есть вот конструктивному поведенческому копингу. То есть смотрите, эмоциональные сказали, когнитивные сказали. Я испытал какие-то эмоции, я подумал какие-то когнитые, сказал это внутри себя, назвал какими-то словами или описал это кому-то снаружи. Мне теперь надо сделать какую-то поведенческую активность. Чтобы реализовать конструктивный копинг, я могу сделать следующие вещи. Во-первых, я могу сменить форму активности. Смотрите, если я, например, в обычное время занимаюсь... У меня основная активность это преподавательская деятельность. Я читаю лекции, я веду тренинги. То у меня сейчас нет этого. Вместо того, чтобы компенсировать, пытаться восстановить и испытывать чувство фрустрации и депривации по поводу того, что я не могу сейчас делать вот эту свою привычную активность, я меняю активность. Что я сейчас могу делать? Ну, я, например, поставил там два 20-литровых бочонка виски новых настаиваться. Это очень классная активность. Я понимаю, что через пару лет у меня будет 40 литров отличного вискаря. Я ищу какую-то другую поведенческую активность. Что я могу сейчас делать другого? Читать книжки, смотреть фильмы, спать до упадов, отжиматься в упоре лёжа по 50 подходов, что угодно. Другая, какая-то совсем другая поведенческая активность. Раз. Кстати, то, что я упомянул спать до упада, это во вторую. Это рекреация. Могу ли я использовать это время для рекреационного копинга? Использовать поведенческую активность в виде именно накопления нового жизненного ресурса? Это могут быть любые психогимнастические упражнения от йоги до ушу, всё, что... Но идея в том, что это не развитие, это не тренировка, это рекреация. Я отдыхаю таким образом. Я сажусь в позу лотоса и говорю это не потому, что я взываю к каким-то высшим силам, а потому, что я сейчас делаю технику рекреации, я сейчас отдыхаю, но, понимаете как, отдых не как выключение компьютера, шлёп и выключили, а отдых как активное рекреационное поведение. Я сейчас делаю рекреационное поведение. И третий продуктивный копинг это социальная активность. Могу ли я устраивать, выстраивать, поддерживать новые социальные связи, то есть выстраивать новые и поддерживать старые. А может быть сейчас пришла пора очистить какие-то те связи, которые оказывается мне были не нужны, но тянулись за мной хвостами. То есть вот эти несколько направлений внутри социальной активности, они позволяют компенсировать вот ту депривацию, которую мы смотрели по социальным условиям. Что я могу сейчас сделать в плане социальной активности для того, чтобы это было конструктивно? Усилить старые связи, расширить, то есть добавить новые связи или убрать старые, те, которые я считаю, которые показали себя как неэффективными, но почему-то в прошлое время я не хотел их убирать. Слушайте, ну так мы всё собственно и сделали. Вот что я вам скажу. Давайте это самое, посмотрите у кого заметки, какие вопросы, то есть чтобы мы могли, но я обещал, что 20 минут нужно будет дополнительных, но оказалось 30. Извини, ладно, обману, как обычно. Давайте, вопросы, заметки и будем на этом в разбегаться, прятаться по норам. Изоляция. Нет, нету. Ну, сейчас, пару секунд все подумают, если у кого какие вопросы. конечно, конечно. Пишут, что сложно принять, что с телефоном не отдыхаешь. Можно отдыхать с телефоном. Если я это, смотри, если я воспринимаю, вот смотрите, у меня в телефоне, например, есть специальное приложение, называется пранабриз. Блестит и не видно, но поверьте на слово, есть у меня такая там штука. То есть, это как бы техника дыхательных упражнений. Я с телефоном специально отдыхаю. Я ложусь, включаю эту штуку и оно мне задает дыхательный ритм, оно там себе там бэн, бэн, вдох, выдох. И я делаю рекреационные действия с телефона. Или я лезу читать в книжку, какую, ну нет, книжку, наверное, как рекреацию, я не... Короче, смотрите, думайте, можете ли вы с телефоном отдыхать. Если вы не отдыхаете, а получаете, смотрите, вы, например, можете с телефоном компенсировать вот эту вот сенсорную информацию, депривацию. Мне не хватает сигналов, поэтому я просто ложу по телефону, читаю все новости. Новости, интересно, если я читаю новости, это может, например, компенсировать контроль ситуации. Я ситуацию, я контролирую ситуацию, я мониторю, вон люди сидят и ведут, например, карту, отслеживают онлайн и на стенке себе отмечают карты или там делают прямо целый файл счетчик смертей по всему миру. Вроде как бы такое странное занятие, а на самом деле вполне психологически оправданное. То есть таким образом человек получает ощущение субъективного контроля над процессом, то есть где у нас был пункт контроля ситуации, это контроль процесса ситуации. Ситуация протекает таким образом. Напоминаю про это старый анекдот, когда чувак выпал из окна и летит, летит, ему тут звонит мобильник, он алло, типа как дела, да и пока ничего. Вот это вот пока ничего, это контроль текущей ситуации. So far so good. То есть пока что ситуация, ну я контролирую, да, люди гибнут, у меня все ходы записаны. Поэтому в принципе как бы с телефоном можно отдыхать, а телефоном можно компенсировать какую-то часть депривации, то есть, ну, не вопрос. Листами не вернет, компенсирую нехватку. Да, 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 то есть просто листание картинок, то есть прыгание по окошкам, посмотрел пять минут какого-то фильма, переключился на любой другой канал. Знаете, как этот вот, зиппинг по каналам. Вот это вот, оно, это как раз именно компенсация сенсорной депривации. Мне кажется, это больше по удовлетворению потребностей безопасности, потому что вдруг я что-то пропущу важного, а это... Ну, конечно, конечно, то есть, вот этот вот контроль ситуации, он и обеспечивает мне субъективное чувство безопасности. Я ситуацию контролирую, я, у меня информация собрана. Более того, на самом деле, это может действительно в чем-то и помочь. То есть, если я на основании собранной информации провожу критический анализ и делаю вывод о том, что ситуация дальше будет развиваться так, то смотрите, я тогда прогнозирую дальнейшее развитие ситуации и могу к нему заранее подготовиться. То есть, это может быть иллюзорным контролем, а может быть и вполне реальным, но в психологическом плане нашим мозгам плевать, это иллюзорно или не иллюзорно. Главное, что это работает, контролирует, ситуацию контролирует. А вот если в моем скроллении, если я собираю информацию и от этого ухудшается мое эмоциональное состояние, у меня растет страх, у меня начинаются панические атаки, у меня пропадает сонный аппетит, то тогда, видимо, что-то я не то скроллю, куда-то я не туда полез. То есть, тогда нужно думать, что изменить, чем компенсировать другим. Спасибо, друзья. Есть ли у кого-то еще какие-то вопросы? Тишина, вопросов, видимо, нет. Если у вас потом появятся какие-то вопросы, вдруг, внезапно, можете мне написать. По-моему, у всех есть мои контакты. Все, что мы сегодня обсуждали, включая это видео. А, вот Дарья пишет, у меня есть вопрос. Да, Дарья, слушаем. Так, подумывает. Минутку. Окей, хорошо. Давайте я пока могу, пока вопросы есть, это сама, я вам на несколько книжечек, ну, хотите, напишу в чат, хотите просто. А вы можете мне все выслать, я потом все это оформлю в отдельный список. Тут на самом деле выслать особо нечего, то есть, 3-4 книжечки, просто что имеет смысл почитать, то есть, из такого. То есть, смотрите, если по биологии, вот, больше биологического, то очень классные две книжки, давайте я тут напишу в чатике, Сапольский, биология добра и зла. Так, дальше, тоже очень-очень классно, просто, если вам интересно про стресс, выученную беспомощность, биологию агрессии, это великолепно, это автор Жуков, а называлась она, кто ведет, биология поведения, так и называлась, биология, поведения. Так, дальше, если, агрессия, речь про агрессию, то, что мы говорили, очень хорошая книжка, но это скорее больше не про биологические основы, вот, если Сапольский и Жуков, это биологические такие вот основы, очень-очень полезные, очень классные, но больше биологическая составляющая, то социальная, это Берковец, Берковец, так и называется агрессия, очень-очень хорошая книжка, рекомендую. И то, что касается типов темперамента, экстраверсии, интроверсии, нейротизма, связи с другими психическими функциями и состояниями, это, конечно же, это айзинг, это айзинг, причем, на мой взгляд, лучше даже не первое, никак измерить личность, а, это называлось, парадоксы психологии, вот, 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 вот то, что вот про нашу тему, это вот здесь, причем у айзинга, у него очень хорошо описана, как раз, вот эта вот техника контроля эмоциональных состояний через десенсибилизацию, он очень ее подробно, очень четко описывает, то есть, именно как алгоритм действия, имеет смысл. Так, вопрос, в привычном режиме, или, пробовать надо, здесь нельзя дать, смотрите, то есть, здесь именно фишка в том, что у вас есть вот эти две альтернативы, вы заранее не знаете, вам пробовать делать что-то по-новому, или стабилизировать старое, и то, и то, это два вполне эффективных пути, какой будет для вас более эффективным, угадать заранее не может снаружи никто, это нельзя, ну, то есть, поэтому, если бы вы, например, мы с вами были во взаимодействии психолог-консультант-клиент, я бы вас подвел к тому, чтобы вы вот вышли на вот этот вопрос, и дальше бы отправил вас дома, ну, потому что, кроме вас, никто не может, вы должны понять, что у вас есть два вот этих пути, либо попытаться свой старый образ жизни, оптимизировать под текущую ситуацию, и это может оказаться очень, причем, вот, если привязываться к кайзенковской теории, то для интровертов будет более перспективен вот этот вот путь, если у вас бэд-стресс-реакция, то есть замирание, будет более перспективен путь устаканивания старой, если вы экстраверт, или у вас астресс-реакция, скорее будет более эффективным придумывание, давайте, что-нибудь придумаем совершенно новое, давайте вообще шалить, для интроверта, вот это давайте пошалим, давайте чего-то новое, это будет, ну, так, что-то, ну, не надо, но опять-таки, так, и бороться с тревожностью, бороться с тревожностью, ну, тут два, опять-таки, два направления, первое направление, бороться с тревожностью, как с эмоциональным состоянием, то есть просто его, переставать напрягать мышцы, тревожность всегда, четко, ну, напрягает определенные группы мышц, прочувствуйте, какие мышцы у вас напрягаются, когда вы испытываете состояние, которое вы называете для себя тревожностью. И если вы перестанете эти мышцы напрягать, а станете их расслаблять, а потом станете напрягать какие-нибудь совсем другие мышцы, то вы перестанете испытывать состояние тревожности, а будете испытывать какое-нибудь другое психическое состояние. Мышцы – это буквально? Мышцы – это буквально, это не метафорически, это именно буквально. У нас на каждое психическое состояние обязательно четко выработаны мышечные ответы. И кроссетных мышц, ну то есть скелетные, мы определенным образом напрягаем плечи, сжимаем кулаки. И мимических мышц мы всегда в рожу корчим. Более выражено или менее выражено, но мы напрягаем спину, мы напрягаем плечи, мы напрягаем пресс тем или иным образом, когда вы в состоянии страха, например, автоматически напряжете ягодичные мышцы. Потому что, ну, с расслабленными булками, простите за вульгаризм, бояться неэффективно, нужно быть очень поджатым. Это биологический ответ. То есть у нас мышцы напрягаются буквально формально, до слова, это именно мышцы. Поэтому, если вы научитесь отслеживать, какие мышцы, какие напряжения, каких мышц соответствуют вашим определенным психическим состояниям, то изменяя напряжение мышц, вы измените психическое состояние. Я приведу дурацкий очевидный пример, он заезженный, но он тем не менее работает. То есть, если вы в ситуации негативного психического состояния начинаете улыбаться, если вы сумеете действительно сделать эту мимическую маску улыбки, то у вас достаточно быстро организм начнет сходить с ума, вот этот самый когнитивный диссонанс, только не на уровне слов, а на уровне мимики. То есть, мозг говорит, что ситуация дрянь, а тело говорит о том, что я же улыбаюсь, прикольно. Ну, нормальная ситуация, но нестяк классный. То есть, из такого, из практического применения этой техники, ну, вот, например, на тренировках рукопашников, это очень хорошо проявляется в виде тренировки «тебя ударили, улыбнись». Это очень классно работает в спаррингах, когда один из бойцов пропускает удар, и вместо вот этого, прикольно, классно, его состояние меняется на позитивное, а состояние партнера меняется в обратном ряду, ничего не понял, я с тебя только что ударил. Ну, да, классно, спасибо. Как-то так. То есть, другой способ борьбы с тревожностью я описал, то есть, перевести ее в конкретный страх и дальше работать с этим предметом страха. То есть, чего конкретно, то есть, я испытываю тревожность, потому что я боюсь чего, что там будет страшного. Там будет страшного вот этого. Я боюсь, что я умру. Я действительно рассчитывал жить вечно? Нет, не рассчитывал. Ну, все тогда как бы забей. То есть, довел до абсурдного страха и на нем остановился. Ну, первый способ, помню, чуть-чуть проще. Второй, он более экзистенциальный. Про это ответил, Дарья? Головой не кивает, но и не ругается. Еще вопросы, непонятности спорные. Спасибо. Ответила. У кого-то еще есть вопросы? Молчат. Молчат. Хорошо. Если будут, пишите. Да. Давайте, наверное, этой ночью будем завершать. Спасибо. Ну, давайте. То есть, за такую лекцию было очень все классно. И, главное, это практически применимо. Прямо структурировано, пошагово. Можно пойти и прямо сейчас заняться рефлексией по всей красе. Да. Смотрите, на самом деле, то есть, вот чисто как практик рекомендую, то есть, берите и делайте. Потому что проговорить об этом, ну, это классно. Это как бы, ну, сенсорную депривацию почесать. А реально берите и делайте. То есть, техники все проверены, все работают. Я их, ну, в течение вот этих 15-летий их постоянно обкатываю. То есть, стасян соврать не даст. То есть, мы постоянно это все практикуем. Делайте, то есть, что-то, 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 но сработает. Ну, может быть.